Приветствую вас, давайте мы с вами разберёмся с тем, что вы написали. Давайте мы с вами попробуем, значит, как-то посмотреть, что же всё-таки произошло. Что всё-таки? Значит, вы пишете, что встречаюсь полгода с парнем. Ну, соответственно, здесь сразу возникает вопрос, как познакомились с парнем, да? По поводу, по поводу чего познакомились с парнем. То есть, что между вами общего, если, есть ли между вами что-то общее? Есть ли у вас что-то общее? Есть ли что-то, что вас может объединять? И так далее. Это достаточно важный момент, потому что если вот такого объединяющего фактора между вами нет, да? То, на мой взгляд, могут быть большие проблемы именно при выстраивании отношений, именно при реализации этих отношений. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, значит, встречаетесь вы с мужчиной полгода. Он из неблагополучной семьи и любви особо не видел в жизни. Сам по себе запнутый, не эмоциональный, не особо разговорчивый. Ну, вы описали человека, да? Человека достаточно проблемного, скажем так. Человека, у которого есть определенные сложности в жизни, трудности. Если вы принимаете его таким, какой он есть, если вы принимаете его таким, то это в общем и целом хорошо. Но у меня есть, опять же, смутные подозрения, что вы его таким вот, какой он есть, да? Вы его не принимаете. Потому что вы хотите о нем заботиться, вы о нем заботитесь, но у вас, тем не менее, как-то вот не устраивает вас тот факт, что он не отвечает вам, например, взаимностью. Вот вам это как-то, ну, не очень нравится, судя по всему. И мне представляется здесь важным определить для вас основной момент, как вы к нему относитесь, в каком контексте, в каком ключе вы к нему относитесь. Если вы его любите, например, то как любовь проявляется по отношению к нему, если вы его любите? Если вы нуждаетесь в нем, или если, например, если, например, ситуация такая, что вам с ним комфортно. То есть вам комфортен такой человек, вам комфортен такой партнер, вас устраивает такой партнер. То есть немножко другое. Это не любовь, это, возможно, стремление к тому, чтобы в отношениях занять такую вот своего рода материнскую роль. Да? И, опять же, здесь есть тонкий момент. Дело не в том, что вам мешает или не мешает роль матери. Дело на самом деле немножко в другом. Дело в том, что эта роль матери, она создает иллюзию близости. Вот что нужно понимать. То есть, занимая такую позицию по отношению к мужчине, вы создаете именно иллюзию близости. То есть, вы вроде бы как близки, ну, с мужчиной, да? Вроде бы как вы близки, но в то же время вы и не близки. Потому что вы не являетесь партнерами, вы не являетесь необходимыми, ну, вы не являетесь равноправными в отношениях. Вот. По факту, по сути. И из-за этого возникают сложности. Например, вас не устраивает то, как мужчина ведет себя с вами и так далее. Ну, не нравится вам эта позиция. Вот. Потому что вы сами чувствуете, что давите его своим отношениям, давите его своей заботой и так далее. И так далее. Понимаете, какая история получается? И естественно, 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 что в этом случае вы никак не можете быть, как бы, ну, в роли полноправных партнеров друг с другом. Никак. Это, это, к сожалению, невозможно. Вот. То есть мужчина, мужчина должен получать удовольствие от этого. Вот. И судя по тому, что у вас есть проблемы какие-то, кто-то из вас один удовольствие не получает. От, э, отношений. Я так. Я так, э, полагаю. Вот. Кто не получает удовольствие от отношений, вы или мужчина, это еще предстоит выяснить. Но, мне кажется, что, скорее всего, не получаете удовольствие вы. Ну, потому что, именно вам, именно вы задаете вопрос, именно вы, э, спрашиваете, как бы, у, э, себя сперва, не душу ли я его заботой. Свои, э, о своей. То есть, хорошо ли я поступаю по отношению к нему. Дальше. Идем. Я его очень люблю и заботюсь о нем. То есть, спрашиваю, как у него дела, если нужно, помогу. Он заболел, я рядом была, и домой к нему приходила лекарства, покупала, уколы делала. А, это, понимаете, вот, э, вот, к сожалению, это, скорее, материнская позиция такая, нежели чем, э, позиция равенства. То есть, ему нужна мама, э, вероятно, именно маму он и вас видит, вероятно, именно маму он и хочет, э, вас видит. Вероятно, что он и, э, нуждается только в маме, и отношения он может строить только такие, вот. То есть, он не дорос до того, грубо говоря, не дорос до того, э, чтобы выстраивать отношения, ну, другие. Вот. То есть, чтобы выстраивать отношения более, ну, более адекватные, более, э, зрелые. Вот. Вот. Ему нужно дорасти, на самом деле, до этого. А он, 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 он не дорос. О. Ну, опять же, опять же. Как это видится мне? Что-то, нужно, вот, обязательно, понимать, да, что, мне видится, что он не дорос. вы можете считать как-то по-своему, да, по-другому, вот. То есть нужно понимать, нужно понимать, что если человек не дорос до каких-либо отношений, то он будет пытаться от вас получить то, что ему нужно. Нужна ему от вас забота, да, нужно ему от вас уход, ему от вас нужна, возможно, безграничная любовь, чтобы вы давали ему её, вот. И, в принципе, наверное, всё. Больше ни к чему он, вероятно, в отношениях не готов. А, пока, пока что, пока что ещё. И будет ли готов когда-нибудь? Это, к сожалению, открытый вопрос. Потому что совершенно непонятно, будет ли он готов к этому, когда-нибудь к таким вот, значит, к зрелым отношениям. Вопрос в том, удовлетворитесь ли вы отношениями незрелыми, такими, как вот он выстраивает сейчас. Это вот уже, на самом деле, куда более важный вопрос к вам. Дальше, инициативу в отношениях проявляю я. Ну, опять же, понимаете, казалось бы, да, ну, проявляете вы инициативу в отношениях, казалось бы. Ну, проявляете и проявляете. В общем, никаких проблем нет. Но, с одной стороны, важно, чтобы мужчине было хорошо, то есть, чтобы он не испытывал от этого негатива. С другой стороны, нужно, чтобы было хорошо вам. То есть, если вам комфортно в том, что вы проявляете инициативу, если вам, ну, если, по вашему мнению, женщина и должна вести себя так. Если вы не испытываете негатива от того, что, вот, такая ситуация возникает, то хорошо. Живите, как бы, и в общем и целом, будьте счастливы и всё. То есть, я думаю, что абсолютно ничего плохого в этом нет. Но, но, как это видится мне, как это видится мне, что проблемы, проблемы всё же есть. То есть, мужчина, он, значит, вот вы говорите, что вы решили расстаться, если вы его напрягаете. То есть, это что значит? Это значит, что вы чувствуете, что вы его напрягаете, вы чувствуете, что ему как-то, ну, с вами нехорошо. Вы чувствуете, что, или вы такой вывод сделали только на основании того, только на основании того, что человек сказал вам без любви. Что, ну, 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 ну вот, что, любви, любви нет. Вы на этом, на этом основании только сделали вывод. Понимаете? То есть, вот, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь, конечно, то, что тоже нужно выяснять. Потому что, потому что, если вы расстаётесь с человеком, то, ну, нужно, ну, нужны всё-таки какие-то, знаете, более веские причины для расставания. Они такие, что, вот, он меня, там, я почувствовал, да, что его напрягаю. Ну так, а зачем, зачем расставаться-то? Если вы почувствовали, что, если вы почувствовали, что его напрягаете, ну, просто не напрягайте его, и всё, и не будет проблем никаких. Понимаете? Вот. То есть, здесь, опять же, здесь, опять же, вопрос, скорее, к вам. Опять вопрос, скорее, к вам. Когда я говорю, что люблю ему, он говорит, давай, без этого любви нет. Ага, ну, во-первых, такой человек не из благополучной семьи в любовь действительно не верит, и поверить в любовь для него означает быть зависимым, быть слабым и так далее. То есть, то есть, для мужчины отрицать любовь, это, ну, вполне себе норма. Именно отрицать, именно отрицать любовь. Другое дело, другой вопрос, другой вопрос, что вы сами говорите ему, что любите его, и меня лично интересует аспект, только аспект такой. Почему вы говорите ему о том, что любите его, и чего вы ожидаете от него? Чего вы ожидаете в ответ, когда говорите ему, что любите его? Вы желаете ответных чувств, или чего, или как? Так, я полагаю, что это тоже очень важный момент, потому что если вы говорите человеку о том, что любите его с той целью, чтобы что-то для себя получить, ну, мне кажется, что это как минимум, как минимум, что-то такое, что отдает лицемерие. И немножко эгоизмом, потому что вы это, получается, вы говорите не для него, а для себя. Что-то, грубо говоря, грубо говоря, какая разница, что мужчина вам ответит, да, на то, что вы ему признаетесь в любви. Но если вы его любите, то вы его любите, и всё. Если вы его не любите, а вы в нём нуждаетесь, то это немножко, немножко другой расклад. Понимаете? То есть всё исходит из того, чего вы сами вот для себя хотите. У мужчины есть явные проблемы, да, психологические проблемы. У мужчины есть явно внутренние конфликты и так далее. Может быть, даже травмы какие-то душевные. Понимаете? Вот. Ну, это так вот, так вот, может быть, знаете, ну, чисто на скидку. Вот. Но у него есть, у него есть определённые ресурсы. То есть у него есть определённый ресурс того, что он может вам дать. Того, с чем, чем он может с вами поделиться. И он этим делится, с тем, что у него есть. Либо он не делится. То есть он даёт вам то, что может дать. Вопрос в том, принимаете ли вы то, что он может дать или нет. Тут нужно быть очень честным, потому что если вы не принимаете то, что, если вы чувствуете, что вам мало, то отношения с мужчиной вам лучше закончат сразу, потому что вы будете для него что-то делать. И вы будете чувствовать себя, ну, обделённой, грубо говоря. И в данном случае обделённость будет вам, ну, в общем, достаточно сильно мешать. То есть обделённость будет культивировать в вас неудовлетворённость. И здесь мы, по сути, подходим к такому важному в общем моменту, который, на мой взгляд, обязательно нужно раскрыть. Вот то, что вы делаете для человека, да, вот то, что вы ему помогаете, то, что вы заботитесь о нём и так далее. Это чем продиктовано? Что, что вы делаете? То, что вы заботитесь о нём, помогаете ему и прочее. Это чем обосновано? Вот очень важно, чтобы вы это для себя увидели. Если вы делаете для человека что-то, если вы делаете для него только для него и всё, если вы, ну, только для него стараетесь, то мне кажется, что неважно, какая будет реакция. То есть, ну, вы сделали что-то для него и, в общем, сделали и забыли. А у вас, получается, история такая, что вы говорите о том, что вот напрягаете его, его. То есть, вам хочется чего-то, вы, видимо, давите на него. Так, может быть, проще гораздо будет, если вы, например, ну, вместо того, чтобы требовать от него чего-то, вы просто-напросто станете для него меньше делать. Вот. То есть, будете просто меньше стараться для него. Вы будете просто меньше, значит, как-то, ну, участвовать в его жизни, чтобы комфортнее себя чувствовать и всё. То есть, вы будете меньше вкладывать в него и тогда ожиданий у вас будет гораздо меньше, чем сейчас. на данный момент. Понимаете? Вот. И мне кажется, мне кажется, что это вот, в общем-то, такой весьма важный момент. От того, как вы преподносите свою помощь, от того, для чего вы помогаете и от того, чем обусловлена ваша такая заботливая позиция, зависит то, как вы будете выстраивать отношения. Если для вас такая позиция по отношению к мужчине единственное, что вы можете дать человеку, вот вообще единственное и по-другому отношений вы выстраивать не умеете, не умеете. Совсем. Для вас это вот, для вас такое отношение, такой вид отношений, это единственная форма взаимодействия с мужчинами. В таком случае работать нужно с вами, чтобы вы понимали, что человека любят не за то, что он что-то для него делает, а за то, что человека любят просто. И ваш молодой человек, да, он не полюбит вас, он не будет любить вас больше, если вы будете для него делать что-то. Он не будет вас больше любить. Абсолютно. Напротив. Напротив. Если вы его будете, ну, если за него будете постоянно заботиться, то вы рискуете обесценить себя. Что, видимо, уже и получается. С другой стороны, если вы забудете совершенно свободно и просто считаете, что человек, эм, ну, действительно достоин того, чтобы о нем позаботиться, ничего страшного. Но, соответствует ли, этот человек вашему образу мужчине. Потому что, если нет, то опять же отношения с ним выстраивать, ну, далеко не самый лучший расклад. Дальше. На прошлой неделе предложил расстаться, если я его так напрягаю. Ну, вот здесь, эээ, тоже интересный момент. Вы говорите, эээ, значит, предложил расстаться, потому что я его так напрягаю. Но, я не увидел, эээ, того, что вы его напрягаете. Он вам сказал, что, эээ, любви нет, потому что он не верит в любовь, да. Но, я не увидел, не увидел того, чтобы, что вы его напрягаете. Где вы его напрягаете, в чем его, в чем вы его напрягаете. Еще раз, эээ, честно себя спросите, почему хотите расстаться с человеком? Зачем вы расстаетесь с человеком на самом деле? На самом деле зачем? На самом деле почему, вот на самом деле почему вы расстаетесь с ним? Важно ли это? Да. Очень важно. Потому что мне кажется, что, в общем и целом, вы, ну, здесь вот вы не честны с собой. Не до конца честны с собой сейчас. Ну, если так, то нужно раскрыть именно ваше желание. Вас здесь, эээ, как будто нет. Ну, помимо того только, что вы его любите, вас здесь нет. Вас здесь нет. Эээ, вот в отношениях вы себя не проявляете. Вот нет ваших желаний, нет ничего. Он не захотел, дословно сказал, что ты хочешь, я все сделаю, и сказал, что человек он такой просто. Эээ, ну, если честно, даже не знаю, что вам надо сказать, потому что, эээ, что ты хочешь, я все сделаю. Так, а вот, вы знаете, эээ, я тоже не очень понял, эээ, что вам не понравилось? Я тоже не очень понял, эээ, что именно спровоцировало ваше предложение расстаться? Если честно. То есть, какие-то моменты произошли неприятные, он вас обидел, эээ, как-то, чем-то, или, или что. То есть, мне вот, если честно, не очень понятно. Ну, и его, эээ, фразы, да, его, его фразы относительно того вот, что, эээ, значит, ээээ, что хочешь, ээээ, то сделаю. Вот эта фраза, она, ээээ, ну, странна. То есть, это означает, что, эээ, мужчина, он ориентирован на, ээээ, ну, знаете, скорее на какие-то действия, а не на эмоции. То есть, если он просит это сделать, чем выразить свои чувства. И опять же, вы знаете, что он такой человек, вы знаете, что он такой мужчина, вы знаете, что у него такой характер. Вы это знаете? Ну, так, эээ, если вы это знаете, то, может быть, эээ, не нужно человек, эээ, пытаться изменить, пытаться, эээ, поломать человека. Вот. И отвечая на ваш вопрос, эээ, как с ним себя вести. Исходя из того, что я сказал, исходя из того, что, я надеюсь, вы вынесли из моего ответа, я полагаю, что главное, главное, что вам нужно изменить в своём поведении, это больше ориентироваться на себя, скорее. Больше ориентироваться на себя, а не на вот него. То есть, если вы хотите, чтобы человек вас любил, если вы хотите, чтобы человек вас уважал, то нужно любить и уважать себя. Если вы не будете уважать и любить себя, то и вас не будут любить и уважать, к сожалению. Вот. Ну, я думаю, что вот примерно так можно вам ответить на ваш вопрос. Я не знаю, стоит ли мне дальше постоянно говорить ему «люблю», не изучу ли я его своей любовью и заботой. Значит, постоянно говорить «люблю» не стоит. Это такая, знаете, достаточно ценностная фраза, да, и мне кажется, что постоянно говоря её, вы себя обесцениваете. Ну, просто обесцениваете и семья, и любовь. То есть, свою любовь обесцениваете. Вот. Ну, то есть, всё то угодно, если говорить часто, может надоест. Поэтому говорить «люблю» нужно тогда, когда вы действительно чувствуете этот порыв, когда он у вас действительно имеется, этот порыв, когда вы действительно вот как-то, значит, ну, чувствуете, что вот вас накрывают эмоции, и вот вы хотите сказать человеку, что любите, любите его. Вот. В этом случае, да, действительно можно сказать «люблю». В этом нет ничего плохого. В остальных случаях «люблю» говорить, ну, лучше не надо, да, то есть не стоит превращать это в какое-то, знаете, оружие такое. Оружие по, например, привязыванию к себе человека. Дальше. «Я его люблю и потерять не хочу». Понимаете, если вы его любите, это одно. Любовь – это готовность потерять, если человек вам дорог. Любовь – это в натуральном смысле готовность потерять, готовность запустить. Если вы не хотите его потерять, значит, он вам для чего-то нужен. И то, для чего он вам нужен – это уже вопрос, скорее, к вам. То есть, именно, вот, то, для чего он вам нужен. То есть, нужно разбираться с тем, почему вы не хотите его потерять, что случится, например, если, грубо говоря, да, вы его потеряете. Вот. Ну, что произойдет, если вы его потеряете, допустим, вот. И совмещаете ли вы вот подобные вещи, да, то есть совмещаете ли вы, грубо говоря, страх потери с любовью, если да, то ну, соответственно, как именно, то есть как проявляет ваше нежелание его потерять. То есть поймите, 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 пожалуйста, это разные вещи – любить и не хотеть терять. Дальше. При этом, когда я ему говорю, что люблю и все такое, всегда останавливаюсь. У нас родители в возрасте 4 года, мне, как бы, роль мамы не мешает, просто я, значит, потерять боюсь. Ну, понимаете, бояться потерять – это проблема, это серьезная проблема, потому что это делает вас зависимым в отношениях. В здоровых отношениях люди потерять не боятся, а это значит, что ваше такое вот поведение, ваша такая модель поведения с человеком, возможно, и определена тем, что вы боитесь быть одна, не хотите быть одна, и поэтому проявляете излишнюю мотивацию в том, чтобы быть вот с этим человеком, с этим мужчиной, и проявляете это только через, через такую вот гипертрофированную заботу. То есть, если вы боитесь человека потерять, значит, значит, явно наручены личные границы. А, между, ну, вот, ваши, вот, явно есть сверхмотивация быть с, вот, с человеком. Ну, а сверхмотивация – это, сверхмотивация всегда порождает ошибки. Сверхмотивация всегда порождает какие-то неурядицы, и самое главное – сверхмотивация всегда порождает напряжение другого человека, потому что человек чувствует, что его, ну, как-то вот, знаете, чересчур уж превозносит. У вас слишком много тела. Он видит, что человек, то есть вы, готов раствориться в нем. Вот. А это, это, вот, не есть хорошо. Именно для выстраивания хороших, адекватных отношений. Вот. Вот так, вот так вот, я думаю, можно вам здесь сказать. Он сам у меня просит помощи, даже на собеседование на работу вместе ходили, к врачу вместе ходили, он сам просил. Ну, опять же, мужчина нуждается в маме, в маме. Мужчина нуждается в маме, не в женщину. Ему нуждается в маме, ему нуждается в родителе, знаете. Вот. А до женщины он, в общем и целом, не дорос. И все. Так, ну, в принципе, на этом я думаю, можно закончить мой ответ. Если у вас остались вопросы какие-то, пишите в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...